Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами изучение книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 29 главу. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как бы в дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головой моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как бы я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи». Видим такие слова Иова, он продолжает восхвалять Господа, он говорит о том, что все, что в его жизни не происходило, и все, что было раньше, и что происходит теперь, все это он воспринимает как от рук Божих, как из рук Божих. Вот, например, Святитель Иоанн Златоуст так и пишет по этому поводу. «Посмотри, как благочестие этого мужа, он все приписывает Богу, ибо человек, лишенный помощи свыше, не может выстоять». Конец цитаты. Действительно, тоже Святитель Иоанн Златоуст продолжает и говорит, «Столь глубока настоящая тьма, столь тяжело положение дел, восстание телесных страстей, козни злых людей, битвы и мятежи злых демонов, что это само показывает, как и говорит Иов, «я при свете его ходил среди тьмы». Ты видишь, что все объемлет тьма. И здесь Святитель Иоанн Златоуст приводит цитату из Евангелия Таана, 1 глава, 5 стих, «Свет во тьме светит». Говорит, «Ты видишь, что все объемлет тьма, и свет во тьме светит, но как облачная темнота полезна для отдыха, так и та полезна нам не в силу своей природы, но в силу премудрости, устроившего все Бога». Конец цитаты. То есть Святитель Иоанн Златоуст хочет сказать, что все, что попускается Богом, все зло, которое есть на земле, оно не может объять света, то есть света Божьего промысла. Но тем не менее посылается нам в силу, как он заключает премудрости, устроившего все Богом. Бог позволяет, как и здесь, коснуться до тела Иова, не только до его здоровья телесного, но позволяет коснуться и до его семьи, и до его богатства. Но Иов во всем этом видит премудрость Божию. Он говорит, если бы было возможно, как и прежде, были бы и дети со мной, и все, что было у меня. Но тем не менее, он и говорил и ранее, что во всем, как бы там ни происходило, как бы он говорит, слава Богу, за все. Итак, мы прочитали шестой и седьмой стих, «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое». И шестой стих, «Когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое». Святитель Григорий Двоеслов пишет по этому поводу, что, значит, выходил к воротам и ставил седалище свое. Действительно, как мы прочитаем сейчас, что у древних было такое обычай, в древние времена, когда у ворот сидели старцы, то есть люди опытные, и они смотрели, кто входил в город, кто выходил из города, и как бы все новости они раньше получали люди не из средств массовой информации, не из гаджетов, а все новости были у ворот. То есть кто вошел, это был такой своего рода, что ли, определенный фильтр, когда старцы, видя, кто входит, они предупреждали, с каким мыслями входит человек, сначала с ним разговариваешь, что он, на какое намерение, что он входит в город, зачем, вот так пишет по этому поводу свидетель Григорий. У древних был обычай, старцы садились у городских ворот обсуждать дела, входящие в город, чтобы население города чувствовало себя в большем покое, зная, что в город никто не входит для раздора. Мы же с почтением, относясь к священной истории, твердо полагаем, что блаженный Иов делал это ради справедливости, А далее нам предстоит исследовать тайну аллегории. Что подразумевается под воротами города? Любое доброе дело, которым душа входит в собрание Царства Небесного. Слышите, какие удивительные слова о Персиде Григории, что любое, что такое ворота города? Это любое доброе дело, которым душа входит в собрание Царства Небесного. Будем помнить, когда мы створили какое-нибудь доброе дело и стараемся творить его не по тщеславию, а гордыней, не возвышаясь своей добродетели, а стараясь это делать с кротостью и смирением, то душа наша как бы водворяется в Царство Святых, потому что там нет ни гордости, ни тщеславия, они преодолели все эти пороки и страсти. Так и пишет. Далее нам предстоит, говорит, исследовать тайну Легории, что подразумевается под воротами города любое доброе дело, в котором душа входит в собрание Царства Небесного. И далее. Вот и пророк говорит. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах Чересионовой. Об этом пишет псалмопевец Давид. Это Псалом 9, можно открыть, вот Псалтирь, она всегда здесь у нас лежит перед нами, и проследить. Действительно, Псалом 9, 14-15 стих, так и сказано. Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое. И здесь также говорится 14-15 стих, чтобы я возвещал все хвалы твои в вратах Чересионовой, буду радоваться о спасении твоем. И далее святитель Григорий продолжает и говорит так. «Врата смерти — это дурные дела, ведущие в погибель. Но поскольку речь идет о значении Сиону, то врата Чересионовой мы толкуем как дела добра, которым мы входим в вышнюю отчизну, дабы узреть славу нашего царя». Конец статы. Можно еще и добавить, что в Евангелии мы знаем, что есть такие слова. «Господь говорит, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть что такое врата? Это то, чем можно войти. И как есть такие слова «положи хранение устом моим». То есть уста — это тоже определенные врата. Из них как бы выходят наши слова. А все слова и все, что формируется уже нашим нос, так скажем, что ли, речевым аппаратом, то все это слагается сначала в уме, потом в сердце, а потом мы уже это произносим. Поэтому так и сказано, что из злого сердца выходит про любодеяние, любодеяние, злочестия и различные мерзости. А из доброго сердца выходит радость, долготерпение, кротость, воздержание. Далее мы читаем 29 глава, 8 и 9 стихи. «Все юноши, увидев меня, прятались, говорит Иов, когда я садился на этом седалище возле ворот, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на усты своя». Тот же свидетель Григорий здесь видит смысл именно такого мессианского характера, то, что называется аллегорическим смыслом, но аллегорическим не в смысле того, что это просто какая-то отвлеченная мысль, а в смысле указания на Господа и Спасителя Иисуса Христа и на Его Церковь. Потому как мы помним, что Ветхий Завет, все тексты Ветхого Завета — это водитель ко Христу, как пишет в этом апостол Павел. Вот что свидетель Григорий говорит по этому поводу, цитата. «Итак, святую церковь видят здесь юноши и прячутся, а старцы встают, потому что незрелые боятся мощи его праведности, а умудренные годами ее, то есть мудрость Господню прославляют, легкомысленные убегают, а серьезные и совершенные отдают почести ей, вставая по заслугам жизни своей. Строгость ее совершенные любят, несовершенные осуждают». Очень хорошее замечание делается Ветхий Григорий. Он говорит, что строгость мудрости, которую мы черпаем из Священного Писания, любят кто? Совершенные. То есть люди, которые стремятся к совершенству по заповеди Божьей, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. А кто же искажает, не стремящиеся к этому совершенству? Так и говорит, несовершенные осуждают. Иначе начинают искать всякие извороты. Вот Бог, он только Бог-любовь, он никого не наказывает и наказывает по своей любви. Конечно же, здесь проявляется любовь. Надо быть внимательнее читать Святоотеческое наследие. И далее продолжает. «Итак юноши, видя ее, прячутся, поскольку боятся быть увлеченными в своих тайных делах. Старцы же встают и стоят, поскольку совершенные своим смирением показывают, насколько преуспели в делах добра». Смотрите, как продолжает. «Кого же понимать здесь под князьями и знатными, как не еретиков? Авторов бесчестия». Авторов бесчестия. О них говорится через псалмопевца, тоже приводится, 166-й псалом, 40-й и 41-й стих. Опять же, нужно открыть и посмотреть. Всегда призываю это делать. Мало ли кто что где скажет, все надо проверять. А все проверяет Словом Божиим и согласием Отцов Церкви. Вот 106-й псалом, например, 40-й стих. «Он изливает бесчестия на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей». И далее продолжает. «Они не боялись превратно истолковывать промышление Божие». Вот о ком, что это за князья. «Которые превратно истолковывают промышление Божие. Конечно же, увлекают людей, от них зависящих. И не на тот путь, который есть Христос, но в пустыню, где нет путей. И верно говорится, что на них проливается бесчестие, потому что они суждениями своими противоречат друг другу». Конец цитаты. «Действительно, слепой не может вести слепого. Как сказано, оба упадут в яму». Поэтому, видите, Григорий здесь видит в этих людей князьях, которые отклоняются от истин никого и иначе, как людей, которые искажают истину. Они называются в Священном Писании одним простым словом. Еретик. Человек, говорящий полуправду. Десятый и двенадцатый стих. «Голос знатных, как сказано, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око видевшего восхваляло меня, потому что я спасал страдальцева пиющего и сироту беспомощного». Среди Леонид Златоуст пишет по этому поводу цитата. «Он называет свои добрые поступки. Я спас, — говорит, — убогого от руки сильного. Но сначала он приписывает Богу посещение и охранение, тогда уже хвалится Господом». Конец статы. Очень важное замечание. Он сначала все приписывает Богу. Он говорит о том, что все, что у меня было, это есть от Бога. А потом, говорит, я спасал. То есть помогал сироте, помогал вдове, делал какие-то добрые дела. Это всегда очень важно помнить, что на первом месте Бог, на втором месте семья, а потом все остальное. Именно так даже расположены Синайские заповеди закона Божия. Сначала, говорит, я Господь Бог твой, да не будет тебе других богов пред лицем моим, не твори себе кумира никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им. Помни, не произноси мне Господь Бога твой, помни день субботний. Потом, говорит, почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не завидуй. То есть видим, сначала Бог, потом семейные какие-то отношения, почитание детьми своих родителей, сохранение супружества. А потом уже, говорится, все остальное не завидуй, не произноси ложные свидетельства. То, что человек может в большей степени реализовать себя в общественной жизни, потом уже общественной жизни. Поэтому не надо ничего переворачивать никогда сверх с ног на голову. Так и говорится. Так и в Священном Писании. Вот хочется здесь заметить. Сначала мы понимаем буквальный смысл Божественного Откровения. Для нас он самый ценный. Потому что, говорят, вот наука там доказала, что-то новое там поняла. Так говорили 500 лет назад. Через 500 лет наука поменял свои мнения. Еще через 500 лет она еще поменяла. Пройдет еще 500 лет, она еще поменяет свое мнение. Для нас важны незыблемые заповеди Божии, которые излагаются в Священном Писании. Они на века. А дух века сего, он может меняться, что-то еще откроет, что-то забудет. Поэтому на первом месте буквально понимание, потом уже все остальное. Аллегорическое, мессианские пророчества. Все это мы можем усматривать в Божественном Откровении. Далее мы видим, что благословение погибающего приходило на меня, как сказано в 13 стихе. «И сердцу вдовы доставлял я радость, я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясла, я был глазами слепому и ногами хромому». Вот что по этому поводу пишет Климент Александрийский. «Посмотри», пишет, говорит, как на апостольское знамение. «Он не вернул им зрение, ибо еще не было этой благодати, но подавал им свет, хотя они и оставались слепыми. А нынешние мужи и зрячих делают слепыми. Он не сказал, я делал это через слух, но я сам исправлял ошибки природы. Не только те, которые приходят от людей, но и те, которые от самой природы». Конец цитаты. Действительно, здесь говорит о том, что Иов, он не то чтобы зрение дает, потому что Господь будет исцелять и слепых, и физически, и духовно, но он помогает человеку видеть путь правды. И причем помогает это делать не только своими словами, но и своей жизнью. Кто Иов? Как своей жизнью? Страдает, но любит и прославляет Бога. И страдает не как, как сказано апостолу Павлу, вы еще не до крови сражались. Мы иногда в своей жизни видим какие-то искушения, говорим, ой, искушение, что-то там случилось. Такое искушение, которое постигла Иова, я не знаю, кого она из нас еще постигала. Потеря всего, богатства, семьи, здоровья, когда мы говорим, самое главное, всем желаем на день рождения, что? Ну, здоровья или еще. Иов теряет все. И при всем при этом он прославляет Бога. Надо укрепиться и укрепляться в своей жизни, чтобы какое несчастье бы нас не постигло, какие бы скорби нас не обрушились, нужно всегда помнить, что Бог помнит о нас. Это очень важно. Как говорил об этом святитель Кирилл Иерусалимский. Он говорит, все слышать, все понимать и все помнить. И далее мы читаем 17-19 стих. Сказано, «И я говорил, и говорил я в гнезде моем, да, отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно, сокрушал беззаконным челюсти, и зубов его исторгал похищенные». То есть это все одна тема. И 18 стих, «И говорил я в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок, корень мой открыт для воды, и роса ночуют на ветвах моих». Так говорит, и вот что по этому поводу пишет сирийский комментатор Шадот Мервийский. Цитата. «Я буду извлечен, как тростники, то есть я окончу дни мои, став во всем богат, взросшенным и ухоженным, как пальмное дерево, как тростники, как насаждение у края воды. Геннана говорит, как тростник вырастает и затекает значительно высоты за короткое время, так и я стану совершенным». Ну, так считает этот комментатор. Действительно, можно здесь согласиться, что Господь способен восстановить человека в очень короткое время. Как способен все отнять для его же пользы, для пользы испытания веры и утверждения веры, так же способен все и возвратить. Для Бога вообще нет никакой сложности сделать человека бедным, сделать человека богатым. Бог просто знает, что лучше для человека и в таком состоянии сохраняет человека. Ведь цель Господа только одна, которую я уже говорил, снова напомню. То, что у нас написано на обратной стороне, на нательном крестике. Спасти человека для вечности и сохранить его в этой жизни, чтобы он вошел в вечность. Итак, слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей, продолжает Иов. Внимали мне и ожидали и безмолвствовали при совете моем, после слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них, ждали меня, как дождя, дождя позднего, открывали уста свои. Бывало, улыбнуйся им, они не верят и света лица моего не помрачали. Опять же, свидетель Григорий Двоеслов здесь видит иносказание, вернее, не иносказание, а указание на Церковь Христову и на Господа Спасителя Иисуса Христа. Он пишет, цитата, «Церковь, находясь под давлением нападок еретиков и живущих в Плотске, вспоминает минувшие времена, когда все, что от нее говорится со страхом, воспринимается верующими. Скорбя о бесстыдстве своих противников, она говорит, внимали мне и ожидали и безмолвили при совете моем, как если бы открыто говорилось, не так, как эти бесстыдные и надменные, которые отказывались принять слова истины, поступали, вот, заметьте, очень интересно подчеркивает, поступают, будто учением своим предваряют истины моей проповеди. Теперь их ученики, готовые продолжать, сетель Григорий слов моих уже не рассуждали. А о добрых слушателях он добавляет, речь моя капала на них, то есть постепенно давала как бы питание, что понимать под капающей водой, как не меру проповеди. Так надлежит, чтобы благодать, воодушевление подавалось каждому согласно его способности вместить. Вот когда я прочитал эти слова, то я вспомнил, что этим летом я был у своего друга на даче и увидел, что он занимается новым способом разведения овощей. Я говорю, слушай, а ты когда вообще поливаешь? Пойдем огород полить? Он говорит, ничего не надо поливать. Говорит, есть сейчас такая система капельного орошения, вот к каждому кусту по капельке сколько надо. Я говорю, ну и что? Он говорит, да колоссальный просто результат от того, что когда я поливал и почва сохла, и какие-то иногда там польешь там и дождь пойдет, и какое-то болото сообразовывалось, а это все дача во Владимирской области, климат не южный, да, ближе к северу такого нашей родины. Поэтому он говорит, вот это удивительный способ, то есть сколько нужно, столько растений вот оно там берет. Поэтому так же и Господь, он заботится о своих людях и здесь действительно Григорий Довислов видит, что речь моя капала на них, говорит, что столько, сколько человек может вместить. Бог может дать больше, но в зависимости от способности человека, его способности вместить. Далее, говорит, ждали меня как дождя, как мы и прочитали, как дождю позднему открыли уста свои. Об этом позднем дожде написано и в другом месте. Например, в книге Второзакония 11 глава 14 стих тоже в общем-то проверить при желании. Второзакония 11 глава 14 стих в связи с Григорием говорит двое слов, приводит эти слова. Вот, пожалуйста, то днем, то днем, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты совершишь хлеб твой и вино твое или твой. И дашь дождь ранний и поздний, потому что в прежние времена дал избранным своим знания закона. Такие видят все эти Григория двое слов в этом указание. И вот еще интересное у него есть продолжение. И так свет лица Господа, как здесь сказано, не падает на землю, ибо прах ты и в прах возвратишься, так как сияние его не открывается грешникам. В другом переводе в Льгате здесь сказано, что и свет Господа не упадет на землю. Поэтому Григорий двое слов толкует так и говорит, что и так свет лица Господня не падает на землю, так как сияние его не открывается грешникам. Это очень важные слова. Грешник не может воспринять божественное откровение. Почему? Потому что нет состояния, к которому призывает Господь. Какого? Состояния покаяния. Итак, книга про Крисайя здесь так заключает Григорий двое слов этим текстом 26.10. Нечестивые будут злодействовать в земле правых и не будут взирать на величие Господа. Ибо свет словно упал на землю, если бы придя на последний суд, он запечатлел сияние своего величия грешникам. То есть для них этот свет недоступен, потому как нет покаяния. И заключается все 25 стихом. Я назначил пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. То есть я изучал дела, рассуждает один из комментаторов, и рассудил как начальник и овладел ими, как лучший из начальников. Таким образом моя власть над ними была приятной, ибо я был словно заступник, утешающий страдания. Конечно же, заключается 25 стихом, и для нас понятно, что это указание на Спасителя, о котором сказано, что и в книге Откровения о последних временах, что придет Господь и уже послал духа своего утешителя, во втором пришествии придет, и, как сказано, и утрет всякую слезу. Вот такая глава, 29 глава, где Иов, несмотря на все свои несчастья, прославляет Бога, верит в промысел Божий, и когда мы читаем эту главу, в общем-то, нам очень хорошая подсказка снова и снова вспоминать слова, сказанные в Священном Писании, что любящим Бога все содействует ко благу.